Шмок! Боля! Эй, парни, как вы там? Сейчас потанцуем, ешь! Ешь! Сука! Попал! Прямое попадание, Борщ! Прямое попадание! Куда и насыпаем! Блинтаж! Блинтаж попал? Походу. Чуть дальше блинтажа, но очень рядом. А боже, это жил блинтаж, я хуже за. Ну шо, ну шо, ребятули, так и живем. Все будет Украина. Мы всех пидоров убьем. Обратите внимание, ВСУшники общаются между собой исключительно на русском. Ведь сведомые идеологи предлагают красные звезды нашивать надежду тем, кто не способен освоить мову. Олег Скрипка, рок-музыкант культовый украинский, говорил, что надо в дето отправлять тех, кто не хочет учить украинский язык. Я с ним, кстати, беседовал про значение украинского языка для Украины задолго еще до даже крымских событий. Смотрите, вот недавно была история, когда Потапа и его партнершу закидали каким-то сельсход с продуктами и освистали за исполнение... Это недавно было, да. Украина как государства вообще. Это кто-то понимает, кто-то не понимает. А какие-то люди, какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды. И вот такие акции, как забрасывание яйцами кого-то там, культурных деятелей, либо политических, это все равно политическая провокация и какая-то власть себе какие-то там очечки куда-то записывает, либо какое-то формирование. И значит у них какой-то стратегический план, потому что когда это происходит, всегда есть кто это сделал. Но слава богу, слава богу, где, ну там, не у нас это происходит, ну страшные вещи, я быстро напомню и забудем. Это теракты, и всегда есть, ну как бы производитель теракта. То есть это страшная раскрутка. Но тут как бы более мягкая история, там, это кто-то раскручивается, безусловно, какая-то, ну мы живем в таком мире. А Потап и Настя, я их прекрасно знаю, люди как бы популярные во всем СНГ, но они любят Украину, они действительно патриоты, я знаю. Все любят Украину. Да, ну они хорошие люди, но могли бы в Тернополе спеть на украинском языке, или по крайней мере, я знаю... А у них есть репертуар на английском? Нет, у них нет, но могли бы напрячься, потому что я знаю даже русских исполнителей, которые приезжают на Украину, они там хотя бы одну песню поют, даже и Киркоров пел, и Кобзон, они на украинском языке поют. Кобзон сам Бог велел. Ну да, и сразу всем приятно, и естественно, людям это очень нравится, потому что это дань уважения. А если исполнитель приезжает в украиноязычный город и не поет на местном языке, то он рискует получить вот такие штуки, дивиденды, потому что надо учитывать настроение народа. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.